Приготовление Церкви ко всему тому, что ей предстоит проходить в последние времена, а в конечном счете к наследию Божьего Царства, это процесс работы с нашими сердцами и с нашей верой. Все мы, как христиане, которые призваны иметь участие в наследии Вечного Царства, должны быть совершены Богом и в образе Христовом, и в нашей вере соответственно. Поэтому испытания веры нам нужны, и мы об этом начали говорить в предыдущем видео. Будут ситуации в жизни каждого христианина, в которых его вера, во-первых, будет обнаруживаться, а во-вторых, будет созидаться самим Иисусом Христом. Не забывайте, пожалуйста, Иисус есть начальник и совершитель нашей веры. Испытание веры будет отделять то, что мы из себя пытаемся изображать, кем мы стараемся быть, ну, как бы в соответствии с тем, что мы знаем, каким должен быть христианин. Вот это все будет отделяться от того, кто мы есть на самом деле, и вскрываться будет истинная сущность нашей веры, истинное состояние наших сердец. Поэтому, возможно, мы часто будем разочарованы, увидев, насколько то, что обнаружится в нас в каких-то жизненных ситуациях или обстоятельствах, которые нам предстоит еще проходить, как это все не соответствует тому, что мы знаем о Боге или о Библии, о христианской жизни, что мы исповедуем, что мы проповедуем, что мы провозглашаем. Но не надо смущаться и разочаровываться, потому что в это же самое время Бог будет созидать нашу веру, делая ее такой, какая нужна Ему, ну, и, соответственно, нам, в первую очередь, для того, чтобы войти в наследие Божьего Царства. Вот об этом очень важном «но», которое проявляет себя в испытаниях нашей веры, я хочу сегодня поговорить. Сейчас я объясню, что имею в виду, и приветствую всех, кому это интересно. Как в испытаниях проявляет себя наша вера? Но она проявляет себя в соответствующей реакции нашего сердца на обстоятельства. Это выражается потом в эмоциях и словах прежде всего, а дальше уже в принимаемых решениях и в каких-то действиях. И вот у многих христиан вера проявляет себя примерно так. Человек приходит и начинает говорить о проблеме, в которую он попал, о том, как неправильно поступили люди, или, возможно, он сам что-то неправильное сделал, но в конечном счете он говорит о том, как ему плохо. И это реальность, потому что действительно человеку тяжело. Но когда в этот момент начинаешь спрашивать, хорошо, а во что ты веришь среди всех этих обстоятельств? Где Бог и что делает Бог во всем этом? То многие христиане, они в такой ступор попадают от этих вопросов. Такое ощущение, как будто они с тобой пытаются говорить вообще о реальной жизни, а ты их куда-то уводишь опять в какие-то религиозные вопросы. У многих христиан, к сожалению, вопросы веры, это только их церковно-религиозная деятельность. А их обыденная жизнь, то, что происходит в семье, на работе, то, что происходит в взаимоотношениях с другими людьми, это как бы существует отдельно и независимо от того, что они знают и во что они якобы верят. Человек начинает говорить, ну, конечно, я верю в Иисуса Христа, я верю, что Он умер за мои грехи, и я верю, что Бог всемогущий, но у меня такая проблема, мне так плохо, и у меня такая тяжелая ситуация. И вот это вот но, оно полностью перечеркивает все то, что человек знает, потому что оно показывает, что на самом деле он не верит в то, что он знает. Я как-нибудь об этом поговорю еще позднее в следующих видео, но знать что-то и иметь соответствующую веру – это вообще разные вещи. Давайте я приведу библейский пример вот об этом неправильном «но», которое свидетельствует об отсутствии Божьей веры в сердце человека. Эта история произошла с израильским народом по пути из египетского рабства в обитованную землю. Они под предводительством Моисея и Аарона вошли в пустыню Фаран и оттуда послали 12 сагаледатаев посмотреть эту землю ханаанскую и принести информацию о том, что там на самом деле. И вот эти 12 человек возвращаются, и происходит следующая ситуация. Книга «Чесел», 13 глава, с 27 стиха. «И пошли, и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказывали ему, и говорили, «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». «Но народ, живущий на земле той, силен, и города, укрепленные, весьма большие, и сынов Инаковых мы видели там». Вот это вот «но» оно в корне перечеркнуло все те откровения и все те свидетельства о благости Божьей и о благости, вожделенности той земли, которую Бог приготовил для своего народа. Да, мы знаем, что Бог есть, да, мы знаем, что Бог благой, но у нас-то сегодня реальная ситуация, в которой мы страдаем, погибаем, и вот такое «но» оно запускает, или точнее обнаруживает определенное состояние сердца и высвобождает последующий процесс. В том случае, о котором мы с вами говорим в книге чисел 13 главе, описанном, там дальше что пошло? Начали распускать худую молву об этой земле. То есть, получается, это «но» перечеркнуло все то, что там такие прекрасные плоды, там такая плодородная земля. Они уже говорят о том, что эта земля ужасная, эта земля пожирающая живущих на ней. И дальше все это приводит к выводам и решениям. Выплескиваются эмоции, какие мы несчастные и бедные, как нам плохо. Ах, зачем нас вообще вывели из египетского рабства, лучше бы мы остались там, чем погибнуть здесь. И решение последующее – поставим себе другого начальника и вернемся в Египет. Вот очень часто это то, что проявляется в нашей христианской вере. Пока у нас все хорошо, все спокойно, мы просто разумом своим впитываем какую-то духовную информацию, мы знаем Слово Божье, мы знаем какие-то доктрины, какие-то истины, мы можем о них рассказать, мы можем сделать это очень эмоционально интересно и впечатляюще. Но когда приходит испытание веры, вера каждого обнаруживается. И вот здесь христианин поплыл, потому что реальность происходящего полностью затмевает и сметает все то, что он знал, что он проповедовал, о чем он говорил. Вот такое «но» свидетельствует о несостоятельности нашей веры. И Богу, конечно, с этим нужно поработать. И что делает Бог в том случае? Он говорит, понятно все с вашей верой, поэтому давайте пошли снова в пустыню. Буду вас воспитывать. Поведу вас во всякие места пустынные, безводные. Там вы будете проходить через обстоятельства, где будете иметь жажду и переживать голод. Но я во всем этом буду вас воспитывать и учить, как своих детей. И на 40 лет затянулся у них этот процесс подготовки. Дело здесь, конечно, не в времени. Я не говорю о том, что если у тебя обнаружилось вот такое состояние веры, что теперь 40 лет тебе будет пустыня. Но определенное поприще, в котором Богу нужно что-то удалить из сердца. И что-то, через что-то провести практически в своей вере, это поприще, конечно, необходимо, и оно будет. Божья вера проявляет себя другим образом. Человек также попадает в ситуацию, испытывает свою веру. И эта ситуация, это совсем не то, чего он хотел, не то, что он способен воспринять как благо, и не то, к чему он был готов. И, конечно же, человек говорит об этом. Он говорит, что ему плохо. Он говорит, что он вообще не понимает, что происходящее, и даже не знает, как с этим справиться. Но он знает, и он об этом говорит, что есть Бог, и Бог живой. Что этот Бог всем управляет, потому что он всемогущий, и он единственный Господь над всем видимым и невидимым миром. И все покорено ему. Человек говорит о том, что он верит, что Бог со мной, потому что Иисус так обещал, что я с вами во все дни до скончания века. Не только тогда, когда нам хорошо, но и тогда, когда нам тяжело. И мы верим, что Бог благой, и Он знает, почему мне нужно попадать в такую ситуацию и проходить это обстоятельство. И я доверяю Богу, что Он проведет меня через это испытание и введет меня в мою обетованную землю. То есть достигнет во мне нужного Ему результата. Вот это вот как проявляется Божья вера. Примеры в Библии очень много. Очень хорошим примером вот такой веры является книга Псалмов. Книга Псалмов это вообще очень искренняя книга. И в этой книге описано очень много переживаний и реакций души человека на ситуации, в которые эта душа попала. Но везде есть упование на Бога и везде есть проявление доверия живому Богу. Ну давайте прочитаем некоторые стихи. Псалом 26 стих 10. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Это вера. Есть реальное признание ситуации. Я осиротел. Или я отвергнут. Или я брошен. Мы не закрываем глаза на реальность. В нашей вере мы не отрицаем реальность. Но в нашей вере, признавая реальность, мы видим живого Бога и уповаем на Него, что Он знает, что Он делает. Псалом 39.18. Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой. Не замедли. Тоже очень тяжело человеку. У него большие материальные затруднения. У него безвыходная, кажется, ситуация. Он не знает, переживет ли он эти трудности. Но он знает, что есть Господь. Псалом 72.21. Я прочитаю. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и неразумел. Как скот был я перед тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Это тоже слово веры. Знаете, вера это не какое-то такое залихвастское, эмоциональное такое, ярко-позитивное исповедание. А я верю, что я богат. Ну как, если ты нищий, если ты нуждаешься, если ты в проблеме, если ты болен, если ты оставлен кем-то, если тебя предали, если тебя отвергли, это факт. И вера не состоит в том, что ты на это закрыл глаза и усиленно делаешь вид, что у меня все нормально. А я верю, что я здоров. А я верю, что я богат. А я верю, что я благословен. Послушай, это не есть истинная вера. Если твоя вера только в этом, то когда придет действительно серьезное испытание, она вдруг растворится, как туман, как дым просто рассеется. Нет, истинная вера по-другому себя проявляет. Я признаю, что у меня есть определенная проблема. Я признаю, что я попал в ситуацию. Я осознаю серьезность этой ситуации. И моя душа терзается. И сердце во мне кипит. Но есть то, во что я верю. Господь со мною. И Он меня не оставил. А значит, надежда есть. 117-й псалм. Давайте прочитаем еще. Это все в псалмах мы можем видеть. Вот почему очень полезно и здорово, особенно в трудных жизненных обстоятельствах, читать псалмы и молиться, как бы общаться с Богом, с Богом из псалмов, из духа псалмов. Псалм 117-й, с 10-го стиха. Все народы окружили меня, но именем Господнем я не зложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господнем я не зложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господнем я не зложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Чувствуете вот этот характер, этот дух веры, как он работает? Не так, как у многих. Мы будем верить, что с нами все нормально, никто к нам не прикоснется, не будет болезни, не будет войны, мы будем исповедовать и поразглашать. Ерунда это все, дорогие. Есть реальность, и в этой реальности есть реальный и живой и всемогущий Бог. Видишь ли ты Его в этих обстоятельствах? Веришь ли ты Ему? Вот это будет проявляться, когда мы будем в эти обстоятельства попадать. В Новом Завете мы то же самое видим. Служение Первой Церкви, служение апостолов. Посмотрите, как апостол Павел говорит о своей жизни, и это есть истинная вера. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 8-9 стих. Смотрите, тоже апостол Павел не ходит в учение о позитивном исповедании. Все нормально с нами. Мы верим, что нас никто не трогает, у нас все хорошие обстоятельства, нет никаких проблем. Нет, он в своей вере ясно и четко признает, насколько отчаянные и тяжелые обстоятельства, в которые они попали. Апостол Павел даже говорит о том, что мы не надеялись остаться в живых, но, имея в себе приговор смерти, укрепились упованием на Бога, воскрешающего мертвых. Вот это вот замечательное и важное «но», которое способно выйти из нашего духа, которое есть проявление Божьей веры в нас, которое возвеличивается, возвышается над всеми обстоятельствами, над всей ситуацией, над всеми опасностями, страхами, над голодом, болезней, войнами, над самой смертью. И говорит, да, возможно даже, я умру, но, жизни ли или смерти ли, Христос все равно прославится, потому что Он вечный, Он живой, Он со мной, и я избран в Его волю, и мне есть место в Его вечном плане. Как у тебя, христианин? Как с твоей верой? Где в твоей вере стоит вот это важное «но»? Это «но» разворачивает тебя полностью к безысходности твоей проблемы, к твоему разочарованию, к твоему непониманию того, что происходит, к тому, что плохое сделали другие люди, где согрешил ты, к делам дьявола, и ты поворачиваешься спиной к Богу. Тогда это «но» — это твое неверие. Или это «но» среди самых темных обстоятельств начинает светить светом надежды и говорит, да, я не знаю, чем все закончится, но Бог знает, что Он делает, и Он благой, и Он со мной, и я просто буду доверять Ему. Да благословит нас Господь, увидеть эту Божью работу в испытаниях нашей веры.